Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим ТОП-10 криптовалютных афер, где создатели избежали тюрьмы. С вами канал Просто Крипто и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или другие альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Ну а мы начинаем. Несмотря на то, что криптовалюты были с нами в течение многих лет, большая часть их остается неизведанными водами, по которым следует осторожно ступать. Многие люди попались на уловки мошенников и в результате потеряли свои сбережения. Согласно отчету о криптопреступлениях в чейн-анализе, столько в 2021 году было украдено крипты на сумму 14 миллиардов долларов. И эта цифра удвоилась с 7,8 миллиардов долларов в 2022 году. И в этом видео мы с тобой рассмотрим первых 5 самых больших криптовалютных афер. Но перед этим разберемся более детально, что же это такое и почему это так страшно. Одним из основных свойств криптовалют является их необратимость. Это означает, что после завершения транзакции никто не может их отменить. Ни криптомайнеры, ни даже сам Сатоши Накамото, основатели криптовалюты. Следовательно, если кого-то обманули, то вернуть свою криптовалюту уже невозможно. Мошенничество с криптовалютой также смертельно опасно из-за использования псевдонимов для биткоин-адресов. Обычно они содержат около 30 случайных символов цепочки, которые не связаны с реальными объектами. В случае мошенничества очень сложно узнать личность мошенника и его адрес. Теперь, как мы с вами узнали, почему же это так плохо и необратимо, давайте же приближаться к самим аферам. Итак, первая афера – это мошенничество с OneCoin. С момента изобретения криптовалюты в 2009 году многие монеты выдавали себя за законные криптовалюты, в том числе и OneCoin. Основатель Ружа Игнатова призвала участников покупать учебные материалы и жетоны, обещая им неизмерное богатство. И это привело к тому, что люди более чем из 175 стран присоединились ко всем, чтобы быть обманутыми на 4 млрд долларов. Первым тревожным сигналом должно было стать отсутствие блокчейна за монетой. Вместо использования платформ для торговли криптовалютой он использовал свои собственные. Основатель Ружа Игнатова скрылась в 2017 году и ее больше никто не видел. Второе – это Аферкрипт. Говоря о семейном сговоре, Аферкрипт – одним из крупнейших мошенничеств с криптовалютой, в котором участвовали два южноафриканских брата. Райс и Амир вместе основали Аферкрипт в 2019 году. Когда они начали, они просили людей вносить деньги, которые будут использоваться для покупки биткоинов. Многие люди не только в Африке, но и в Великобритании и во всем мире поспешили инвестировать в Аферкрипт. Все рухнуло в апреле 2021 года. За семь дней до предполагаемого взлома все сотрудники Аферкрипт лишились доступа к своим учетным записям и серверной платформе компании. После взлома братья исчезли вместе с биткоинами на 3,6 млрд долларов. Третье – это Тодекс. Тодекс был одним из самых страшных мошенничеств с криптовалютой. Основатели турецкой криптовалюты разработали тщательно продуманный план по ограблению инвесторов в криптовалюте на сумму 2,2 млрд долларов. В апреле 2021 года они объявили о приостановке операции из-за продолжающегося партнерства. Они попросили инвесторов не беспокоиться и возобновить работу примерно через 5 дней. Но не прошло и 5 дней, инвесторы начали жаловаться, что не могут снять деньги со своих счетов. Некоторые пошли дальше, чтобы подать иски. Но они так и не вернули свои деньги, так как основатели давно исчезли. Четвертое, возможно, вы уже о нем слышали – это скандал на горе GOX. Скандал с MT GOX, безусловно, является одним из крупнейших мошенничеств с криптовалютой в истории. Японская биржа биткоинов работала с 2010 года и к 2013 году на нее приходилось более 70% транзакций биткоинов по всему миру. Просто вдумайтесь – по всему миру. Впервые MT GOX подверглась атаке в 2011 году и злоумышленники похитили 8,75 миллионов долларов. Вторая и самая смертоносная атака произошла в конце 2013 года, когда хакеры забрали криптовалют на сумму 800 тысяч долларов, которая оценивалась почти в 450 миллионов. Компания так и не оправилась от удара и объявила о банкротстве в 2014 году. Таким образом, им пришлось ликвидировать свои активы. Ну а украденная сумма сегодня стоила бы 5 миллиардов долларов. Пятая афера – это взлом твиттера в 2020 году. В июле 2020 года были взломаны твиттер-аккаунты видных деятелей. К ним относятся аккаунты Илона Маска, Джо Байдена и даже Барак Обамы. Мошенники пообещали удвоить биткоины, которые будут отправлены на указанный биткоин-кошелек во время отдачи сообществу. Это привело к тому, что подписчики взломанных аккаунтов отправили свои биткоины. Хакеры накопили биткоинов на сумму около 100 тысяч долларов. Еще до того, как общественность узнала, что это мошенничество. Генеральный директор твиттера Джек Дорси обратился к проблеме и пообещал провести расследование. Они продолжили блокировки учетных записей и удаление мошеннических твитов. Но это произошло примерно через час после взлома учетных записей. Ну а на этой ноте наше видео подходит к концу и оставшиеся топ-5 афер вы узнаете в следующем выпуске. Если вам было интересно и полезно, то не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться, а также ставить колокольчики, чтобы не пропускать следующие выпуски. И, конечно же, пишите в комментариях, о чем бы вам хотелось следующее видео. Ведь таким образом мы с вами будем делать контент вместе. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить о том, что у нас есть отличный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. И если вы торгуете или просто хотите купить биткоины или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. С вами был канал Просто Крипто. И помните, что крипто – это просто.